Татьяна Тарасова, судороги на льду могут кончиться только одним смертью. Спорт РИА Новости, 23 августа 2019 года. Татьяна Тарасова, судороги на льду могут кончиться только одним смертью. 8 часов 23 августа 2019 года. Обновлено, 8.22.23 августа 2019 года. РИА Новости, Нина Затина, Татьяна Тарасова. РИА Новости, Нина Затина. Елена Вайцеховская AirSport Все материалы РИА Новости побывали в загородном доме Татьяны Тарасовой и узнали у легендарного тренера, почему она продолжает верить в Ксению Столбову, почему Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой не удалось сделать то, что удалось Алине Загитовой, и почему тренер обязан нести полную ответственность за каждого из своих учеников. Есть деньги, помогай. 17 лет назад, выиграв с Алексеем Ягудином свою седьмую тренерскую олимпийскую медаль, вы сказали мне в интервью, что хотели бы взять спортивную пару и закончить свой тренерский путь тем, с чего когда-то начинали. Сейчас вы почти каждый день приезжаете в Новогорск, где катаются Ксения Столбова и Андрей Новоселов, помогаете их тренеру Николаю Морозову. Зачем посмотреть эту публикацию в Instagram? Публикация от Тейсиана Тарасова Собака Т Эйдот Тарасова 19 авг 2019 в 10 часов ПДТ Морозов Морозов меня об этом попросил, я согласилась. Вы же в свое время расстались не лучшим образом. Я не злопамятна. С вашей точки зрения, это реально. А почему нет? У нас ведь не так много сильных пар. А Столбова невероятный талант. Такой же талант я всегда видела у китайцев, двукратные чемпионы мира Вэн Зин Сюй, Цун Хань Прим. Когда они скользят, вообще не видно, как толкаются, какие прикладывают к этому усилия. Люди просто за два шага преодолевают всю площадку. Это же качество всегда было у Ксении. Она вся наполнена внутренней энергией, энергией музыки. Я обожаю ее с детства, с того самого дня, как Великова мне ее показала. Ксюше до ее нынешнего состояния довелось пройти очень тяжелый путь. Ее нога после травмы просто болталась, не позволяла ходить, кроме как на костылях я видела это своими глазами. И никто в прежней группе даже не подсчитал нужным дать олимпийской чемпионке возможность восстановиться, поехать лечиться в Германию или куда-то еще. Ксения рассказывала мне, что ногу удалось вылечить прежде всего благодаря вашей помощи. РИА Новости, Владимир Трифилов. Татьяна Тарасова. Давно пытаюсь понять, каким образом на протяжении очень долгого времени вы выводили в олимпийские чемпионы всех, кто к вам приходил, и почему это не получается у ваших коллег. Ведь тот же Михаил Коляда по своему двигательному таланту и пластике ничуть не менее одарен, чем был Алексей Ягудин. У Ягудина всегда имелось очень большое достоинство, он любил соревнования. Начинал соревноваться со всеми подряд за день до начала прокатов, на тренировках. Обожал это состояние, стремился на этот соревновательный лед. И никогда не сдавал прыжки. Такому можно научить. Можно. Но учить этому нужно с детства, как сейчас учит своих спортсменов Этери Тутберидзе. Она не разрешает в тренировках не выехать с прыжка или бросить его на пол дороги. Это вырабатывает определенный навык. Мне нравится, например, как в этом отношении работает Саша Самарин. Он тоже очень не любит прыжки отдавать. Но ведь тот же Илья Кулик, когда пришел к вам от Виктора Кудрявцева, безостановочно прыгал в тренировках бабочки. Как вы его отучили? РИА Новости, Сергей Гунеев. Илья Кулик. Мне, например, очень давно хочется, чтобы у Валича Батаревой, тренера Михаила Каляда и Станиславы Константиновой примечания, случился большой успех. Но для этого нужно работать не с тем, с кем тебе удобно, а обращаться к людям, которые профессионально сильнее тебя. Нужно искать таких людей, учиться у них. Как я сама училась у Леонида Моисеевича Райцина. Если бы не он и не его глубокие знания по скоростно-силовой подготовке, я бы никогда не подготовила Кулика к тому, чтобы выиграть Олимпиаду. Мне кажется, что в сравнении с нынешними тренерами вы всегда находились в несколько привилегированном положении. К вам приходили спортсмены, которые изначально понимали, что вы нужны им гораздо больше, чем они вам. Это уже потом так было. Сначала у меня катались только мои фигуристы, выгнанные из других групп стадиона юных пионеров за бесперспективностью. Ира Моисеева, Андрей Миненков, Таня Войтюк, Слава Жигалин, Наташа Бестемьянова с Андреем Букиным. Уже потом, когда появился первый результат, стали проситься другие. Хотя Марине Климовой и Сергею Пономаренко, когда они пришли ко мне перед играми в Альбервилле, я честно сказала, что мне очень не понравились наши первые две тренировки. И что если Марина будет продолжать мне рассказывать, как с ней нужно работать, я больше не приду. 10 июля, 13.22 Рспорт. Авербух, Тарасова столб, на котором стоит российское фигурное катание. Вообще-то я помню, как на одной из тренировок Кулика в Мальборо вы запустили ему вслед секундомер, расколотив его об лед. Надо же, а я этого уже не помню. Когда тренировка заканчивается, я люблю вдруг предложить спортсменам что-то еще сделать. Но в случае с Куликом стоило мне на секунду в конце тренировки отвернуться, как его на льду уже не было. Он очень сильно тогда уставал. Просто падал в раздевалке. Но такого, чтобы он меня не слушал, пока мы работали вместе, не было никогда. Пятерная четверной Камилы Валиевой. Кулик стал первым, кто выиграл Олимпиаду с четверным прыжком. Ягудин в 2002 прыгнул два четверных. В Пхенчхане Натан Чен сделал шесть таких прыжков. Нет ощущения, что в сравнении с нынешними временами прежнее мужское катание было каким-то совсем невзрачным с точки зрения сложности. Мы ведь в то время были первопроходцами. Ведь так не бывает, что сегодня ты делаешь только тройные прыжки, а с завтрашнего дня все четверные. Мы с Ягудиным пробовали четверной флип. Существует даже американская видеозапись этого прыжка. Просто не было такой задачи учить еще один прыжок. Два тройных акселя, один в каскаде и два четверных, один в каскаде. Это был тот максимум, который позволял выиграть. Каждое поколение в плане сложности добавляет что-то свое. Теперь с детства накручивают сложные элементы. Когда это было, чтобы дети совсем в раннем возрасте прыгали все тройные? Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Тейсиана Тарасова Собака Т А.Тарасова 15 мая 2019 в 5.55 А это хорошо или плохо? Считаю, что хорошо. А как же бесконечные разговоры о том, что ребенка очень опасно чрезмерно нагружать? Парадокс в том, что для детей многооборотные прыжки это не нагрузка, а как бы игра. Они легкие. Если технично научены, то нет разницы, два оборота крутить, три или четыре. Возьмите Лизу Туктамышеву. Она ведь выучила свой тройной аксель в детстве. Потом на какое-то время потеряла этот прыжок, потом снова нашла, успешно его прыгает. Но невозможно найти то, что ты когда-то не выучил. Мне, кстати, кажется несколько нелогичным, что массовое освоение девочками четверных прыжков происходит не в группе Алексея Мишина, равного которому в части техники нет во всем мире, а в группе Тутберидзе, которая во многом шла в своей работе на ощупь. Этери чувствуют в себе силу и уверенность в том, что идет правильным путем. А кроме того, у нее очень хорошая селекция и очень сильный тренерский состав. Родители со всей страны сами везут детей к ней в группу, как когда-то привезли Юлю Липницкую. В этом плане в Москве все же несколько проще, чем в Питере. И у этих детей другая планка. Я сама видела на недавних прокатах, как вышла Камила Валиева и в произвольной программе прыгнула четверной тулуп на высоте Питерного. На высоте, вполне позволяющей добавить к прыжку еще один оборот. Это было что-то. Во-первых, меня потрясла способность ребенка так прыгать. Во-вторых, я вижу за этим правильно поставленную системную работу. Любая система, даже если она где-то несовершенна, все равно дает результат. 25 апреля, 16.55. Ягудин, мы на удочке Питерной и Акселе прыгали еще миллиард лет назад. Сейчас много говорят о том, что Алина Загитова, не имеющая в своем арсенале ни тройного Акселя, ни четверного прыжка, может попасть в положение человека, для которого станет проблематичным отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы. Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволит Алине по второй оценке уйти низко. То же самое, вероятно, можно сказать и о Евгении Медведевой. Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает. Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она Луц Риттбергер, но это не слишком принципиально. Она делает сольхоф Риттбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх. Она, насколько мне известно, хотела. Да, я об этом тоже знаю. Но починилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря. Такая ерунда, да? Сейчас я вижу, что Медведевой стало еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Арсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера же не оставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открыть. Должен чем-то удивлять. Концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией. В конце концов, не вымытая кастрюля. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от Тейсиана Тарасова Собака Т Эйдот Тарасова 18.7.2018 в час 59 PDT Когда в 2017-м Юлия Липницкая попала в больницу с анорексией, а до этого с таким же заболеванием была госпитализированная Улия Антипова, было много разговоров о том, кто именно должен нести ответственность за здоровье несовершеннолетнего ребенка, за то, что происходит с ним в спорте тренер или родители. А что на этот счет думаете вы? Я всегда считала, что за все несу ответственность сама. А как иначе? Если я взяла, например, мальчика, отвезла его в Америку и там осуществляю свои тренировки, то кто должен за этого мальчика отвечать? Он заболел, закурил, в полицию попал или еще в какую-то историю. Конечно, я должна быть рядом. Просто в это время, когда дети начинают не только созревать, но и самоутверждаться, многие буквально не слышат тренера. Приходится брать за шкирку и встряхивать, как в свое время я встряхнула чужую спортсменку, которая уверяла всех вокруг, что не поправляется, поскольку конституция у нее такая. Я ей совершенно открыто сказала, ты врешь, поэтому будешь лечиться, потому что иначе сдохнешь. Все твои судороги на катке могут закончиться только одним смертью. 31 июля, 22.45 Рспорт. Ягудин рассказал, как Тарасова обманула его с допингом. Чем все закончилось? Я поговорила с этой спортсменкой, причем жестко. Позвонила в Германию в Федерацию, предупредила их, что проблема никуда не делась. Но отвечать за такие вещи должны точно мы, тренеры. Хотя бы потому, что с нами дети проводят куда больше времени, нежели с родителями. Да и потом, если тренер говорит спортсмену, худей, он должен научить как. А не просто рот заклеить. Когда спортсмен становится олимпийским чемпионом, это накладывает на тренера ответственность за его дальнейшую судьбу. Конечно. А у вас не сложилось ощущение, что после того, как в Сочи произвела фурор в командном турнире Юлия Липницкая и выиграла Аделина Сатникова, их тренеры на тот момент оказались к этой ответственности не готовы, предоставив спортсменкам возможность самостоятельно принимать решения относительно собственного будущего. Именно так, по крайней мере, объясняла уход Аделины из любительского спорта Елена Буянова. На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена готовила эту спортсменку не на одно четырехлетие и не на одну победу. Просто после тех игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие. То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Юлии Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил. Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием. Получается, предусмотреть подобное невозможно в принципе? Ведь тот же Илья Кулик ушел от вас на следующий день после выигранной в Нагана Олимпиады. Именно поэтому, уже имея такой опыт, я и сказала Леше Ягудину после победы в Солт-Лейк-Сити, ты оставайся, встречайся со спонсорами, с журналистами, а я уеду домой. Но ты должен сам принять решение, поедем мы с тобой на чемпионат мира или нет. Равных тебе я не вижу, но это мое мнение. Но независимо от дальнейшего решения, ты должен понимать, то, что ты уже сделал, никто и никогда не отберет. Я, конечно же, понимала, что Женя Плющенко после тех игр ни на какой чемпионат мира не поедет. А даже если бы поехал, он бы у Ягудина не выиграл. Потому что игра после той Олимпиады уже пошла в одни ворота. И Ягудин решил поехать в Нагана. Да. Позвонил мне из Америки, Татьяна Анатольевна, приезжайте, не могу больше ждать, хочу на чемпионат мира. Я прилетела на следующий день. Лешка встречал меня в аэропорту. Купил новую машину, у Грахов на нее все деньги, которые у него только были. Спортивный Мерседес. Погрузил меня в него, чемодан как-то втиснул. Открыл верх, несмотря на то, что зима, и мы погнали в новую жизнь. С музыкой, на большой скорости. Вернуться в любительский спорт после операции по замене тезобедренного сустава было реально. Или вы просто подыгрывали в этом Ягудину, чтобы он быстрее восстановился? Сначала ведь вопрос об операции вообще не стоял. Мы постоянно подлечивались. Ездили в Канаду, где прямо в сустав вкалывали специальную жидкость, которая обволакивала все острые углы, которые появлялись внутри сустава и вызывали боль при движении. Начали готовиться к сезону, поставили программы. Но на первых же соревнованиях нога стала проваливаться. После операции я уже и не думала, что мы возвратимся, но Лешка очень этого хотел, просто рвался на лед. Когда он начал прыгать, мне чуть ли не каждый день звонил мой хороший друг, профессор Сергей Архипов, и говорил, Тань, ты что, чокнутая, что ли? Ты что творишь? Ты понимаешь, что если сустав выскочит, больше уже ничего нельзя будет сделать. Остановить Ягудина было можно? Нет. Его и сейчас нельзя остановить. Он максималист. Никогда себя не жалел. Вот это преодоление поражает меня до сих пор. AFP 2019 Жак Д. Мартин Призеры Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Тимоти Гейбл, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, слева направо. И все это о любви. Как-то я разговаривала со Стефаном Ламбьолем, и он, работая с известным российским спортсменом, жаловался, что у того в голове прочно сидит раз и навсегда заданный алгоритм, заточенный прежде всего на выполнение прыжков. И какие шаги ему не поставь, через неделю все возвращаются к прежнему формату. У нас многие тренеры рассуждают так, ты сначала научись прыгать, а когда все сделаешь технически, тогда я начну тебя развивать. А развивать надо всегда, поэтому те же японцы достаточно рано начинают привлекать к работе со своими спортсменами топ-постановщиков со всего мира. Потому что если не сделать этого вовремя, спортсмен в каждой программе будет возвращаться к тому, к чему привык. В тех же дорожках нужно обязательно придумывать что-то свое. Что-то такое, что отличало бы тебя от других. Но это не так просто, потому что каждый шаг нужно подбирать. В одну музыку можно сделать крюк, в другую только твизл. Все эти элементы надо разделять и смотреть, что больше подходит к этой музыке, сейчас, на следующий такт, через такт. Как это было у Мао Сады. На ее дорожках публика всегда вставала. Но она же не просто так вставала. Кстати, вы знаете, что с первой китайской парой все лето работал в Америке Рафаэль Рутюнин. Молодцы, что могу сказать. Я сколько лет говорю одно и то же, что нужно собрать все наши юниорские пары, хотя бы на пару месяцев, и попросить ведущих тренеров в страны по одиночному катанию с ними поработать, не забыв потом поблагодарить их за это. С тем, чтобы привести в порядок прыжки? Конечно. Прыжки в парном катании всегда слабое место. Тем более, что сейчас они все сложные. Это касается и взрослых пар. Мне кажется, что это очень важный момент. Есть достаточно много специалистов, которые знают, как работать, какие давать подводящие упражнения, сколько их нужно сделать, как и над чем работать в зале, как поднять прыжок и так далее. Этим обязательно нужно пользоваться. Поэтому, как мне кажется, китайская пара и поехала тренироваться к Рафику. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Трия Рафаэля Рутюнин и Танчен ЦСКА тренировки. Спортсмены готовимся. Гран-при во Франции. Публикация от Тейсиана Тарасова. Собака Т. Эйдот Тарасова. 19 ноя 2018 в 10 часов. ПСТ. Что бы вы хотели увидеть в исполнении российских фигуристов в новом сезоне? Есть желание увидеть программы Саши Жулина для Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. Точно так же хочу увидеть Сашу Степанову и Ваню Букина, которых очень люблю. Очень интересно, что с Евгением Тарасовой и Владимиром Морозовым сделала Марина Зуева. Я считаю ее выдающимся тренером, потому что помню, как Марина работала с Катей Гордеевой и Сергеем Гриньковым, с Сашей Фадеевым, со многими другими спортсменами. Марина очень профессиональный человек. И очень сильный. Она способна достучаться до любого человека, ни разу не повысив голос. Умеет это делать. Не говоря уже о постановке программ. Не задал года встречи с вами я разговаривала с Ириной Жук и Александром Свининым о том, что в современных танцах постановка вообще выходит на первый план. Она во все времена была на первом плане. Просто мало кто об этом знает. А технические средства уже подбираются под конкретную задачу. Получается, что в прошлом сезоне Синицына и Кацалапов выиграли у Степановой и Букина только за счет более ударной постановки. Программы то роскошные были. Роскошные, это правда. У Вани с Сашей они тоже в прошлом сезоне были хорошими. Постановка действительно очень тонкое дело. В этом смысле Кацалапов и Синицына оказались в прошлом сезоне более проникновенны. Я в свое время приглашала к себе Диму Брянцева, царство ему небесное. Который служил главным балетмейстером в театре Станиславского и создавал все телевизионные работы с Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым. Хотела, чтобы мои спортсмены другую руку почувствовали, чтобы их хореографическим развитием занималась не только я. И все равно каждый шаг помогала делать. Предлагала на каждый такт по несколько пар вариантов, чтобы Диме было из чего выбирать. Но не представляю, как свою работу в произвольном танце, где я понимаю, чем мне выиграть, как мне выиграть, я бы отдала кому-нибудь чужому. Почему? Нужно много придумывать, вкладывать в программу идею и обязательно душу? Потому что когда уже все придумано, эта душа должна рассказывать нам историю любви. Абсолютно все, что существует в мире, это ведь о любви. Абсолютно все, что существует в мире.